Приветствую вас, и вы знаете, пожалуй, начать с того, что вы не задаете никакого вопроса. То есть у вас вот в тексте наголовка, да, вы вот написали свой вопрос, и весь текст вопроса уложили в заголовок. То есть очень мало получилось информации для анализа НАПП. Также отсутствие вопроса не очень, как бы, само по себе отсутствие вопроса не очень... обеспечивает понимание того, значит, что вы хотите получить именно от психологов. То есть какую помощь вы хотите получить от психологов. Далее. Вот вы пишете, что, значит, вы встречаетесь два месяца с мужчиной, он рассказывает про своих бывших, недавно говорил, что встречался с одной и с другой. Ну, я, наверное, скажу вам, что это может значить, о чем это может говорить. И я, наверное, скажу вам, что именно вам можно делать будет в этой вот ситуации. Хотя она, конечно, безусловно, очень неприятна. Это даже не обсуждается. Итак. Мужчина рассказывает вам истории подобного рода, довольно строгой и определенной, на мой взгляд, целью. Это цель в первую очередь. Либо показать вам, что он такой вот, знаете, самец, что он такой вот, знаете, прям мужчина, да, мужчина в узком смысле слова, мужчина в смысле слова, что он востребован, что он, не знаю, интересен, что он там востребован, привлекательен, ну и так далее, так далее, так далее. Чтобы вы, в общем, понимали, с кем вообще вы, как бы, встречаетесь, да, чтобы вы понимали, с кем вы взаимодействуете, чтобы вы осознавались, что мужчина, он какие-то вещи терпеть, например, не будет, и если ему что-то не понравится, он сразу уйдет, например. То есть он пытается вам внушить свою независимость. Это первый вариант такого поведения. И второй вариант такого поведения, это тот, что мужчина явно испытывает достаточно серьезный негатив, ну, по моему мнению, конечно, испытывает достаточно серьезный негатив от своих прошлых отношений. То есть, условно говоря, ему не нравится, его не устраивает, он до сих пор переживает по поводу своих предыдущих отношений с девушками, по поводу предыдущих отношений со своими бывшими. И вот это, сам факт того, что у него эти бывшие были, до сих пор не дает ему покоя и не позволяет ему, что, наверное, здесь самое главное, не позволяет ему воспринимать вас, именно вас воспринимать, как отдельную личность. Скорее всего, он воспринимает вас либо как еще одну девушку, свою девушку, еще одну свою девушку, либо он воспринимает вас как средство для реализации своих целей. То есть, например, вот у него, предположим, ничего не получилось, ну, с другими девушками. И он теперь пытается изо всех сил восстановить себя, восстановить свое самомнение, восстановить свою гордость, если угодно, и так далее. Для чего? Чтобы вновь почувствовать себя хорошо, чтобы вновь почувствовать себя, я не знаю, на коне, чтобы вновь ощутить, что он востребован, нужен, ну и так далее. И именно так, именно поэтому ведет себя ваш мужчина подобным образом. Еще раз хотел бы вам заметить, что вопроса, как такового, вы не задаете, и поэтому не совсем понятно, чего вы хотите от нас, от психологов, что вам нужно от нас. Потому что, вот знаете, если бы вы задали вопрос, то было бы куда лучше понять, было бы понятно, точнее, что вы хотите, было бы понятно, в какую сторону вы хотите идти, а так, все, что мы в данном случае можем вам предложить, ну, в частности, я, это сказать, какое у вас будущее в подобных отношениях, в подобных связях. До тех пор, пока мужчина не будет воспринимать вас отдельно, такой, какая вы есть, и до тех пор, пока он сам, лично сам для себя свои конфликты не разберет, к сожалению, нельзя говорить о том, что вы будете счастливы, и что он сможет адекватно относиться к вам и адекватно воспринимать вас, ну, адекватно воспринимать вас. И вы всегда, или почти всегда, будете как бы на, знаете, будете как бы на втором месте. может быть, вы будете, я не говорю о том, что вы будете обязательно на последнем месте, но очень может быть, что вы будете именно не на первом, не на первом месте, это совершенно точно. И весь вопрос заключается в том, устраивает ли вас подобная позиция или нет. Потому что, если подобная позиция вас не устраивает, то тогда нужно что-то менять, и если вы готовы что-то менять, в первую очередь вам нужно будет сказать вашему молодому человеку о том, что вас не устраивает, ну, такая вот его позиция в отношениях с вами, вас не устраивает такое вот отношение к вам. И если он, соответственно, хочет быть с вами, если он хочет быть с вами в отношениях, то пусть либо меняет что-то в себе, меняет что-то в своем восприятии вас, либо вы будете, либо вы будете от него отдаляться. То есть выбора, как-то кого, вот именно в этом контексте у вас достаточно мало. И это нужно хорошо понимать, что у вас, ну, не так много выбора, что вы можете вредить себе по сути дела всякий раз, когда с вами мужчина так обращается, потому что подобное поведение это удар по вашей гордости, по самолюбию, по самооценке. Конечно, решать вам, но я думаю, что именно такой взгляд можно дать на вашу ситуацию и на вашу проблематику. Вот. На этом, я думаю, можно, в принципе, закончить, потому что больше информации вы не предоставили. Для более детального разбора вашей ситуации все же желательно, чтобы вы обозначили свой вопрос, предоставили свой запрос, чтобы мы понимали, куда вы хотите двигаться и чем вы хотите, что вы хотите делать для решения своей проблемы. Ну, а пока, пока так. Если вы захотите заполнить свой вопрос, напишите мне, пожалуйста, в личку о том, что это сделали, я прочитаю дополнение и отвечу вам не еще раз. Если у вас ко мне вопросы появились, пишите в личку, буду рад вам помочь, если понравился мой ответ, а буду благодарен, если делаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok